Всем привет! С вами снова Олег Сорта. И сегодня мы находимся в центре Санкт-Петербурга на одном из наших объектов в Старом Фонде. Квартира 100 метров квадратных. Собственно, мы собрали уже полы, развели в полах вентиляцию. Сейчас собирается черновой потолок. То есть, выполняется работа по сборке чернового потолка для того, чтобы доразвести все остальные коммуникации, доразвести вентиляцию и уже приступить к перегородкам. Так, что у нас здесь есть? Какие особенности? Потолок нами был расчищен. Вот здесь видно доски. Это доски, которые лежат на двутаврах. На них находится уже засыпка чердака. Собственно, что мы делаем? Мы сначала крепим пароизоляцию, чтобы ничего между досок нам не сыпалось. Вставляется поперечина, на которой уже будет крепиться основной каркас. Между поперечинами вставляется звукоизоляционная вата. Она вставляется в один слой. Толщина ее 100 мм. Крепится она на тарельчатые дюбели, притягивает саморезом уже к доскам. После этого все еще раз затягивается пароизоляцией для того, чтобы уже вот эта вот пыль от ваты, она уже не просачивалась. То есть, пароизоляция задерживала ее. И, собственно, крепится уже сам каркас, на который будет крепиться уже шмутованное ДСП. То есть, мы получим поверхность, идеальную плоскость, ровную плоскость, на которой уже мы сможем крепить нормально и электрику, и вентиляцию, которая будет разводиться по помещениям. И получим основу для крепления чистового потолка. Потому что, чтобы собрать потолок из гипсокартона, нам в определенных местах нужны точки крепления, то есть, для того, чтобы закрепить подвесы. При потолках, в которых там деревяшки, качественно сделать, навряд ли получится. То есть, получится сделать, но, скорее всего, он будет весь шататься, будет двигаться. В общем, это не очень хорошая идея. Потолок будет постоянно трескаться. Здесь трещины на потолке, они минимизированы, получается, потому что у нас ровно единая поверхность. ДСП, оно между собой склеивается, швы проклеиваются, по сути дела является единой плоскостью. Продолжение следует...